Ну вот, я просто взял и уложил 100 тысяч рублей в инвестиционный биржевой фонд. Ты шо, больной или ударился? Если быть точным, то даже 113 тысяч. И у многих сейчас, наверное, возник вопрос, зачем я это сделал? Ну смотрите, все просто. Есть у вас какие-то накопления. Небольшие, большие, если большие, даже хуже, наверное. Так вот, вы их храните под подушкой. Вроде бы все нормально. Вроде бы можно в любой момент взять и потратить. В лунную полночь надо выкопать ямку, положить туда золотой, засыпать землей, посолить хорошенько, полить из лужи. Но все дело в том, что, скажем, 100 тысяч рублей 10 лет назад и 100 тысяч рублей сегодня, это немножко разные вещи. Потому что стоимость этих денег будет сейчас чуть ли не в два раза ниже, чем тогда. Почему? Ну вот смотрите, что меня побудило инвестировать. Последние новости. Для тех, кто интересуется, вот, что пишет Forbes. Да и не обязательно Forbes, любое другое издание, специализирующееся на финансах. Суть-то в чем? В сентябре годовая инфляция в России установила новый пятилетний рекорд. Инфляция в сентябре ускорилась до 7,4%. При этом Центральный банк России заявил, что после сентябрьского максимума цены будут замедляться. Но, как пишет Forbes со слов аналитиков, пик инфляции еще впереди. Но там, если углубляться в подробности, то Минэкономразвитие заявляет, что удорожание цен произошло там на продовольственном рынке в связи с нетипичным подорожанием плодово-овощной продукции. Причем там цены на продукты чуть ли не на 10% выросли. Но нам-то плодово-овощная продукция не так важна. Да и, собственно, не только на нее цены выросли. Я думаю, практически каждый ощущает то, что происходит. Так вот, в чем суть? Есть у тебя определенная сумма, а потом эта же сумма становится не такой значимой, как была. И, собственно, возникает вопрос, где же хранить деньги, чтобы они не сгорали? Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. В одном из видео я рассказывал про сберегательные счета. В подсказках это видео прикреплю, посмотрите. Но суть там в чем? В том, что вы кладете на сберегательный счет, в том, что вы кладете даже на накопительный счет. И проценты там, ну, от 1,3 до 6-7%. И получается, что вот этот вот процент накопительный, сберегательный, он не покрывает рост инфляции. Деньги все равно, хоть и не такими темпами, как если бы они лежали у вас под подушкой, но все равно тают. При этом на многих сберегательных и накопительных счетах вы эти деньги еще и снять не можете. Вы их кладете на 3 года, они у вас лежат, и ничего с ними нельзя делать. Если вы снимете, проценты сгорают. Так себе перспектива. Вот. И чтобы этого не происходило, есть еще одна альтернатива, есть еще один вариант. Инвестировать эти деньги. С инвестициями тоже все не так просто. Вот многие вложились в ту же финика и прогорели. Потому что есть очень много мошеннических схем, которые заберут ваши деньги, и вы ничего взамен не получите. Некоторым, конечно, там повезло, некоторым не очень повезло. Большинству не очень повезло. Об этом я рассказывал в прошлом видео, в подсказках тоже прикреплю. Посмотрите. Вот. Собственно, для меня до этого момента инвестиции были просто темным лесом. Я знал, что можно купить акции, получать с них дивиденды. Собственно, в 90-х, когда мои родители получили ваучеры, они по этим ваучерам и купили акции завода. И там в год приходит, ну, рублей 300, если я не ошибаюсь, дивидендов. Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Вот, собственно, и все мои знания об инвестировании. Но впоследствии я узнал, что можно купить еще и облигации. Можно купить на свои деньги акции и облигации. Не на всех акциях идут дивиденды. Что-то государство страхует, что-то не страхует. Но, скажем, если ты хочешь купить акции и облигации иностранных компаний, то тут возникают проблемы. Ценные бумаги иностранных компаний, в принципе, можно купить и у российских брокеров. Ценными бумагами американских имитетов торгуют на СПБ бирже. При этом сами по себе они довольно дорогие, там, от 1000 долларов. И чтобы собрать нормальный портфель, там понадобятся прям серьезные вложения. Да и управлять таким портфелем довольно сложно. Нужно следить за состоянием этих компаний, за событиями на финансовых рынках. Можно, конечно, нанять себя доверительного управляющего, но тогда и платить ему деньги придется где-то 2-3%. А иногда и до 5 от суммы всех внесенных денег в год. Так себе перспектива. И вот есть альтернативное решение. Можно вложить деньги в инвестиционные биржевые фонды. Вот и правильно. Биржевые фонды придумали за рубежом, они получили название ETF. В чем плюс? В такие фонды, в зависимости от их специфики, часто упакованы ценные бумаги различных компаний. Американских, японских, китайских и других. Есть фонды чисто российских компаний. И, собственно, частный инвестор может на бирже купить пай, продать его в любой момент. Все это кажется довольно простым, но то есть вот этот вот график, где там цена растет, цена падает, цена растет, цена падает. И ты думаешь, вот я сейчас на пике продам, на спаде куплю, на пике продам, на спаде куплю. Но это не совсем так работает, потому что предсказать невозможно. Очень много людей так вкладывало, пыталось торговать на коротких дистанциях и проигрывало крупные суммы денег. Плюс еще проценты при покупке и продаже, особенно при частых действиях, съедают крупненькую сумму. Поэтому самым оптимальным вариантом, если этим заниматься, будет взять какую-то сумму определенную, вложить и забыть на многие-многие годы. А рано утром вырастает дерево, все покрытое золотыми монетами. Когда я выбирал, во что вкладывать в какие фонды, то у меня особой информации-то и не было. Я заказал себе карту в одном из крупных банков, в которой мне показались условия наиболее выгодными. Я открыл себе инвестиционный счет, я вложил первые 113 тысяч в три позиции, которые мне показались, ну, более-менее адекватными. Могу даже показать, что там. Первый фонд, в который я вложил львиную долю своих средств, это Финекс, акции иностранных IT-компаний. Туда входят акции 106 эмитетов, комиссия фонда 0,90%. Это акции таких компаний, как Facebook, Apple, Google, Microsoft, Intel, Visa, IBM. Торгуется это все на московской бирже. Чтобы у вас не было розовых очков, я скажу, на момент записи этого видео цена на акции этих компаний упала на 2,24%. Это значит, я потерял где-то 2 тысячи рублей с тех денег, что я вложил. Помимо этого, где-то 13 тысяч я вложил в акции российских компаний, и они выросли на 5,44%. Это значит, что если бы я 90 тысяч не в иностранные компании вложил, а в российские, я получил бы прибыль намного больше. Ну, скажем, со 100 тысяч где-то 5 тысяч. В этот фонд входят 44 эмитета, среди них Газпром, Лукойл, Сбербанк, Роснефть, Магнит и другие. Торгуется это все также на морсковской бирже. Ну и еще где-то 10 тысяч, это мое личное предпочтение, я вложил в Тинькофф вечный портфель. Там все выросло на 1,31%. Что это такое? Вот что гласит описание. Биржевой фонд в рублях на основе стратегии вечного портфеля, это инвестиции в акции, долгосрочные и краткосрочные облигации, а также физическое золото в равных долях. Задача вечного портфеля не пытаться предугадать фазу экономики, а показать результат при любой из них. Среднюю годовую доходность обещают в 14% в рублях, при этом низкий риск по сравнению с акциями. Но при этом сам фонд инвестирует в акции крупных российских компаний, облигации федерального займа РФ, а также физическое золото. И собственно, если сейчас смотреть мои результаты по инвестированию, то у меня где-то минус 1000 рублей. Это, конечно, связано с тем, что акции иностранных компаний просели, акции российских чуть-чуть выросли, но, как я уже сказал, смотреть нужно в долгосрочной перспективе. В конечном итоге стоимость, конечно, может расти, но не все так однозначно. Есть риск того, что все просто рухнет, и тогда вы потеряете все свои деньги. Вот, например, японский биржевой индекс Ники. Где-то в 88-м году он был на пике, и люди вкладывали туда деньги. А потом просто в какой-то момент бах и рухнул несколько раз, то есть люди потеряли абсолютно все свои сбережения. Скажем так, японский биржевой индекс до прежних показателей не восстановился до сих пор. То есть, если бы мы, скажем, были инвесторами в 88-м году и вложили свои деньги в тот момент, то мы бы их все потеряли, и стоимость бы не восстановилась до сих пор. Так себе перспектива. Поэтому следует понимать, что все вложения, они на свой страх и риск, и вкладывать нужно только ту сумму, которую не страшно потерять. Ставки в нашей игре тебе известны? При этом, если вы человек нервный и впечатлительный, то это все изрядно помотает вам нервы. Почему? Потому что не всегда там рост, не всегда там падение. Там то падение, то опять рост. То опять падение, то опять рост. И так постоянно, все меняется. А поэтому выложил деньги и забыл. Еще раз повторюсь, если вы новичок и думаете, что вам удастся предсказывать, когда падает, когда вырастает, то вы сильно заблуждаетесь. Это я для тех, кто придумал стратегию. Вот буду ждать, когда упадет и куплю. Когда вырастет, продам. Когда упадет, куплю, вырастет, продам. Опять же, как я говорил, там есть процент за каждую сделку. Опять же, он перекроет вам всю прибыль. Но может случиться так, что вы на росте продаете, а он еще больше растет. Вы на падении покупаете, а он после этого еще больше падает. Этим занимаются профессиональные трейдеры. Не стоит туда суваться. В общем, вложил, забыл. Да и то нужно 10 раз подумать. Во многих приложениях указаны риски. Перед тем, как что-то делать, нужно изучить тщательно информацию. Не делать так, как я сделал. Но, в общем-то, я буду знакомить вас с результатом и тем, что у меня получилось. Вот. А с вами Лук Кретов. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok